Но если к автомобилю относятся не очень хорошо, а, я бы даже сказал, наплевательски. Порвались все успокоители, куски валяются. Это второй цилиндр, туда что-то упало и колотило. Самое главное, на плоскости головы. Видите, какие каверны? Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале УМЗАП, и с вами я, Роман. Продолжаем серию наших репортажей о коммерческом транспорте. В данном случае перед нами автомобиль Портер 2, 2010 года выпуска, с пробегом за 300 тысяч километров. Двигатель у него до 4HB. Как всем хорошо известно, эти автомобили надежно и ходят долго, даже свыше 500 тысяч километров, если к ним у владельца отношение такое же, как к своему собственному легковому автомобилю, либо внедорожнику. Но если к автомобилю относятся не очень хорошо, а, я бы даже сказал, наплевательски, то результат мы можем наблюдать у нас в сервисе. И в данном случае тоже, как бы над автомобилем не издевались, причем издевались долго и изощренно, но свои 300 тысяч он проехал. И однажды, когда водитель подъехал к магазину, заглушил двигатель, больше он его завести не смог, потому что мотор ему сказал, все, хорош, я устал, пойдемте посмотрим, что произошло. Вот этот двигатель, а почему мы решили, что над ним издевались долго и изощренно, потому что, ну, не просто же так мы это говорим. Обратите внимание, а, минуточку, вопрос хочу задать. Если у вас течет пробка поддона сливная, да, то как вы думаете, что нужно сделать, чтобы устранить эту течь? Ну, напрашивается ответ, да, что, ну, я бы взял и поменял либо пробку как максимум, либо как минимум колечко уплотнительное под пробкой, но есть другой, более кардинальный подход к этому вопросу. В данном случае это было сделано здесь, посмотрите. Заливную пробку просто залепили по ксиполам. И вот как это называется, да, как после этого там меняли масло, ну, неизвестно. Вот в результате автомобиль у нас. Здесь произошел обрыв цепей, здесь порвались все успокоители, куски валяются вот на полу. Вот и алюминий, вот они, все эти куски успокоителей. Натяжитель тоже выскочил, вылетел куда-то, упал. Что внутри, сейчас разберем, покажем. И сейчас у меня еще, тут запах стоит паленого масла от головки. И видите, да, валы сухие. И там внутри валяются, там видно, наверное, да, валяются рокера. Их все повышебало. Вот сейчас будем разбирать и смотреть. И вот, в принципе, да, это и говорит о том, что к автомобилю относились, ну, наплевательски. Вот это все разрушенное. Ничего не осталось. И сцепление. Сцеплением тоже паленым воняет. Ну, и сейчас будем разбирать двигатель и составим калькуляцию. И дальше владелец примет решение, что с ним делать дальше. Либо ремонтировать, восстанавливать, ну, либо поставить, опять же, ребилдовский двигатель. Ну, а мы все-таки постараемся с вами понять причину выхода из строя этого двигателя. Ну, хотя, на мой взгляд, она очевидна. Как мы и предполагали, из-за безобразного отношения владельца или водителя к этому автомобилю, мы имеем то, что мы имеем. Это ужас непередаваемый. Блок цилиндров. У него громадный износ. Задиры на цилиндрах имеются. А, нет, не вру, не задиры. Громадный износ. Мы нутромером сейчас еще промерим. Но это сейчас с владельцем будет согласовано, что делать с этим блоком. Либо его на ребилд менять, либо восстанавливать этот. Но здесь чувствуется выработка очень большая. Это мы нутромером промерим и покажем. Вал коленчатый. Имеет точно такой же. Ну, из-за того, что вкладыши провернуло. Вал в помойку. Задиры на коренных шейках. На всех. Даже тут мерить, не знаю, смысла не имеет. Пойдемте дальше посмотрим. В общем, в помойку. Здесь нам предстает еще более ужасающая картина. Здесь частично мы положили пока поршни, поддон, масляный насос и звездочки. Это вот вкладыши коренные. Вот так вот их там провернуло. Маслоприемник внутри имеет стружку. Но это, разумеется, из-за такого износа есть стружка. Обратите внимание на шестерни. На звездочку верну. Походит еще, да? Напильничком подработать, ненормально. Потянет. Это не так страшно изношено. Но все равно зубья острые в помойку. Масляный насос. Имеет большие следы износа. Вот на зубьях царапины видны. Видны. И на этой шестерне точно так же. Такие же прям видно, как будто он стружку перемалывал. Соответственно, здесь на крышке тоже страшнейшие задиры. То есть износ всего и вся. Успокоитель. Но мы там показывали вначале, что они все были поломаны, посыпаны. Посыпались. Так. По шатунам. И по поршням. Шатунные вкладыши рабочие. Но тоже имеют следы износа. Но конец настал коренным. Шатунные. Конечно, менять надо. Но откровенного большого износа на них нет. Задиров нет. Но все равно видно, что они уже покоцаны. Попользованные. На поршнях, что самое интересное, как всегда. Задиров нет. Но цилиндры. Царапинки маленькие. Маленькие есть. Но износ стенок цилиндра очень большой. Кольца не залегли. Там стоят масляные форсунки. Поэтому поршни ходят достаточно долго. Здесь вот тоже. Пробег, я не думаю, что там 380 тысяч. Хотя из-за такого безобразного отношения может быть действительно такой маленький пробег. С таким безобразным износом. Что-то упало в цилиндр. Что-то там молотило. И блок уже ремонтировался. Потому что прокладка стоит паранитовая. Не стальная. Здесь что-то молотило. Пойдемте, перейдем дальше. Валы распределительные. Под замену, разумеется. Все это из-за масляного голодания. Царапины огромные, большие. Все в помойку. Головку только что почистили. Обратите внимание на свечи накала. Две свечи сломаны. Это так было. Вот куски из них торчат. Мы голову почистили. Смотрите. Это второй цилиндр. Туда что-то упало и колотило. И самое главное на плоскость головы. Видите, какие каверны. Антифризом разделы. Все говорит о том, что владелец, когда эксплуатировал автомобиль, экономил на всем, чем можно. В частности, заливал, наверное, какой-то самый дешевый антифриз, который приводил вот к таким безобразным последствиям. Поэтому головку, скорее всего, в помойку. Ну, что это тут ремонтировать-то? Ну, сами подумайте. И, по всей видимости, если ремонт здесь уже был, то, скорее всего, выполнен. Он был точно так же безобразным. Что самое интересное мы еще нашли? Гидротолкатели Т2 только. Остальные такие же. Один за... Они все вот в таком убогом. Видите, как изношен неравномерно головка толкателя. С каким износом неравномерным. Это другой. В заклинившем состоянии. Вот такие колечки. Видите? Как мы предупреждали, что вот эти кольца надо менять. А здесь, во всей видимости, их не меняли. А когда форсунку вынимали, вставляли на старые кольца. Ставили новые. И не вынимали старые из головки блока. Это форсунки. В каком они состоянии, мы тоже не знаем. Надо будет на стенд ставить, проверять. Но вот эти третьи, четвертые не работали нормально. Потому что они все вот в таком черном виде. Это, видишь, тряпкой вытер. Они как новые стали. Эти не работают. Прорывались из-за вот таких вот шайб уплотнительных. Отработавшие газы прорывались вот сюда. Образовывали вот такое вот. Соответственно, все дело коксовало масло. А из-за того, что они залепили пробку сливную на поддоне. Вот здесь-то она есть. Видите? Вот она. Пробка. Она не закручена, не забита криво. А с этой стороны они ее залепили по ксиполу. Соответственно, масло там, по всей видимости, никто не менял никогда в жизни. Ну, с того момента, когда залепили. Либо его доливали туда по мере того, как оно расходовалось. Ну, и судя по состоянию. Хотя, в принципе, по идее, это можно было масло менять через... Есть специальные приспособления, которые позволяют отсасывать масло через щуп. Через трубку масляного щупа. Но здесь, по всей видимости, этого никто не делал. А ездили и доливали. Потому что убили двигатель. Вообще насмерть. Ну, так просто даже жалко становится, как ты к машине-то относишься, когда у тебя все в таком состоянии. Просто-напросто его осталось только выбросить. Потому что через восстанавливать, непонятно. Турбина. Естественно, из-за того, что там масляное голодание было, она в нерабочем состоянии. Там очень большой люфт. Вот он люфтит все. Крыльчатка стерта. Он и радиальный, и осевой люфт есть. Катализаторы надо будет удалять. Хотя катализатор здесь... Ну, сажевый фильтр, катализатор. Он здесь есть. Но тоже из-за того, что там что-то болталось в цилиндре. Что-то, естественно, вылетело сюда. Поэтому здесь сколько будет стоимость ремонта, это надо садиться с калькулятором и высчитывать. Но я так подозреваю, что проще и дешевле будет поставить восстановленный двигатель. Потому что вот такой вот собирать, ну, это самое главное. Ну, нельзя же так к машине относиться. Прямо-таки жалко. Ладно, сейчас мы еще померим блок и сообщим, какое будет принято решение владельцам. Термостат в таком состоянии был. Наверное, он не работал. Что-то мне так подсказывает что-то. И давайте посмотрим головку, где у нас застряли. Ну, вернее, остались старые уплотнительные кольца медные под форсунками. Проглядывается, там медь блестит. И они во всех колодцах есть. И, судя по всему, еще нужно будет промерять глубину этих колодцев. Можно ли отфрезеровать там эту плоскость. Потому что если там кольца. Потому что изнашивается же не только кольцо, но и ответная часть, на что оно ложится в голове. Если там будет слишком большой, большая раковина, то мы ее просто-просто... Даже если отфрезеруем, у тебя форсунка слишком глубоко уйдет в камеру сгорания, что тоже нехорошо. Поэтому здесь вот за что ни возьмись, все имеет какой-то критический износ. Ну и поскольку мы все с вами видели состояние старого двигателя, то владельцам было принято решение заменить двигатель в сборе. Он сам нашел, купил и привез двигатель бэушный в сборе. Вот в таком состоянии, который находится перед вами сейчас. Мы не будем вам показывать запуск этого двигателя, потому что цель видео заключается в том, чтобы мы рассказали вам о необходимости правильного и своевременного обслуживания двигателей. Так как на этом примере очень хорошо видно, что к чему может привести отсутствие нормального обслуживания. Потому что после того, что сотворили с этим двигателем, со старым, это и привело все вот к этому дорогостоящему ремонту. Поэтому еще раз призываем вас, да, профилактика и своевременное обслуживание. Чем чаще вы будете это делать и регулярнее, тем меньше впоследствии у вас будет проблем с этими двигателями. И, соответственно, вы сэкономите собственные средства. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Специально для тех, кто хотел услышать первый запуск этого двигателя. Итак, поехали. Работает ровно и без посторонних звуков. Ну а если без шуток, то автомобиль мы будем отдавать сразу после Нового года. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я.